Ребят, мы выложили, да? Прямо, был прокат. Ну, о прокате мы не сожалеем, мы сделали все, что мы могли. Я не могу громко говорить, не комфортно, когда микрофон передал. Давайте без него. Это не комфортно для нее, без микрофона мы будем работать. Да, это хорошо. Спасибо. Действительно, мы отдали все свои силы, которые у нас были сейчас. И я уже сказал, что... У меня просто телефон, он заденет, и он будет. Действительно, отдали все свои силы, и я сказал себе в начале сезона, что отдам себе силы и здоровья, я буду готовиться, чтобы в конце сезона у меня на Олимпиаде, если мы выигрываем, занимаем призовое место, то я скажу себе, мы отдали все силы, мы работали, не покладая рук, нигде не схалявили, нигде не поддались каким-то своим чувствам, болезням и так далее, и это было оправдано. И в нашем случае сейчас мы можем сказать, мы действительно отдали все силы в этом сезоне на подготовку, ну просто, действительно, отдали все, что могли, то и сделали. И мы нисколько не сожалеем о том, что сейчас мы вне тройки. Конечно, это ужасно обидно, потому что каждый спортсмен, каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места. Вы чувствуете какую-то несправедливость или все по делу? Ну, вы знаете, я не люблю об этом вообще, мы не любим об этом говорить, потому что, ну, вокруг пусть говорят люди, которые, ну, там, со стороны, но нам, не нам это судить. Но это ваши эмоции, это же важно, что вы чувствуете. Ну, об этом говорить не хочется, честно, вот не хочется говорить. Я не люблю оценивать свою работу, Катя тоже не любит оценивать свою работу. Мы смотрим на себя, мы только придираемся, мы идеалисты, нам кажется каждый раз то, что плохо. И я думаю, что это нормально для любого человека, когда смотрят на себя и на свою работу, и кажется, что где-то что-то недо. Но я могу сказать, это хорошее качество, потому что мы каждый раз стремимся к лучшему. Вот вы были все-таки третьими на чемпионате мира в 13-м году. В прошлом году производили третьими. То есть шансы, по сути, был. Вот можете сейчас как-то сказать, чего все же не хватило? Может, удачи просто какой-то? Не, ну, шансы были в любом случае. И мы сделали все возможное, чтобы воплотить этот шанс. Другое дело, что, опять же, никогда нельзя сравнивать соревнования разные. Мы не первый раз об этом говорим. Тогда это были другие программы, у ребят были другие программы, судьи сидели разные, да? Абсолютно нельзя сравнивать соревнования. Ну, то же самое, что, я не знаю, беговые лыжи по снегу и летний биатлон. Ну, давайте, давайте сравним, кто быстрее бежит. Ну, это невозможно, потому что совершенно разные виды. Ну, и потом никто не стоит на месте, все хотят. Все, кто здесь выступает, все хотят, все работают, никто не стоит на месте. Если мы хорошо прокатали, то ребята тоже сделали свой максимум. Они выложились, они тоже работали, я уверен, очень усердно. Поэтому вот в этой борьбе пятое место. Ну, пятое место есть пятое место. А вот как ни странно же, я сейчас причем только это вспомнил. Ведь в Сочи тоже было пятое место. Да. Разочарование. Тоже в голове у меня это было. И даже вот после короткого в голове засело, что пятое место. Надо ломать стереотип этот. Хочется сделать все. И вроде как есть возможность, мы можем. И, может быть, это как-то мешало немного, сбивало. Но, когда мы уже начали катать, я забыл. Мы забыли обо всех мыслях, которые у нас внутри. Мы просто стали одним целым. Действительно сделали свою... Даже не назвать это работой. Потому что такой творческий процесс. Дело. Сделали эту программу. Прокатали через себя, прошусь. Но обиднее, что не оценили. Там тоже была великая программа. Сумасшедшая. То есть обиднее и там, и здесь, и там. Но обиднее, наверное, можно... Ну, я не знаю. Тоже сравнили сложно. Потому что на данный момент мы абсолютно другие люди, нежели мы были в Сочи, да? Но вот относительно того, что я чувствовала тогда, и того, что я чувствую сейчас, я понимаю, что тогда было обиднее. Потому что это действительно, ну, как бы маячило прямо перед нами. И по оценкам маячило. И во время... Ну, в течение всей Олимпиады, как бы, да, было. Вот. Сейчас... Мы сделали все, что мы могли. Да. И действительно, ну, просто акции сложились. Не на что обижаться и расстраиваться. Потому что если бы мы какой-либо косяк допустили в одной из программ, на тренировках или на командном чемпионате, да, все равно у судьи это все пальцы загибаются, грубо говоря, да. Здесь мы катались идеально. Нам не за что себя, ну, как бы, на себя обижаться. Ну, да. Скажите, пожалуйста. Вы остаетесь в Корее сколько еще, куда вы пойдете, что вам интересно? Не знаю. Сейчас. До 26-го мы... Вот вам, да. Какие вам соревнования интересны, что еще? Ну, с девочек, конечно, будем болеть за девочек, в первую очередь, да. В первую очередь, с девочкой, конечно. Мы только слышали и не выясняли, зачем нам нас это только сбивать будет. Сейчас вот уже интересно после того, как мы отстрелялись, да, узнать, что и как. Ну, да, будем изучать. Ну, то, что вы сказали у вас сегодня, да, то тоже мучили. Даже нам дадут сказать. Четвертый раз уже спрашивали. Мы мучили офицеры. Мы сразу, извини, да. Просто в тему. Мучили офицеры. Расскажите подробнее. Ну, нам кажется, что эта ситуация очень там, да, политизирована. Кто-то говорит, что это нормально. На самом деле неправда, потому что брали допинг абсолютно у всех. Да, и абсолютно приходят, то есть просто на русских такое сейчас внимание, что как только у русского берут, все предвзятости у русского берут. А то, что у турков берут, то у испанцев берут, то у итальянцев берут и так далее. И вот все обсуждают то, что Загитовы сорвали тренировку, у нас также итальянки сорвали тренировку, да. Поэтому без обсуждения это действительно дело. И слава богу, что так много у всех сейчас берут, чтобы потом не было, ну, к чему придраться. Спасибо. Ура! Давай, до тебя дошло. Скажите, Майя Шебутани с Алексом в Сочи были девятые, то есть они были сейчас на третьем месте. Могло ли повлиять вот то, что вы пропустили чемпионат мира, то есть какой-то определенный важный кусок и в рейтинге? Все влияет. Мы пропустили после Олимпиады не только чемпионат мира, но мы пропустили еще и следующий сезон. Нам пришлось выкарабкиваться из далекого-далекого места. Нам пришлось опять все заново наверстывать. Французы тоже, я не знаю, на каком месте были на тех чемпионатах Европы, там мира и так далее. Сейчас они серебряные призеры и выиграли золото в произвольном, условно говоря. Поэтому нельзя пропускать, нельзя упускать ни одного шанса. Нужно, конечно, цепляться за все. Но, к сожалению, в жизни складывается ситуация иногда так, что приходится жертвовать спортом и приходится заниматься здоровьем. К сожалению, травмы без них никак. А еще, вот ваше мнение как профессионалов, французский дуэт или канадский, вот вы наблюдали за их соревнованиями? Я очень за канадцев. Как выглядят? Ну, просто мне нравятся. Мне просто нравятся ребята своим отношением к играм, когда нет, но совершенно другое отношение. То, чему надо поучиться каждому фигуристу. В плане тренировок? Нет, относиться проще. Have fun, как они говорят. Получать удовольствие. И это очень важно. К сожалению, этому учатся вот с маленьких лет. И они этому научились с маленьких лет. И все, что они делают, для меня это круто. Но все равно мы все. Спасибо большое. Главный вопрос. Главный, самый последний. Вы все увидели. Пауза? Да. Пауза. Ну, вот еще надо сезон, но еще сезон впереди еще чемпионат мира. Нет, не было абсолютно такой мысли, честно, я уже тоже говорила. Чемпионат мира еще впереди, а сезон не закончился. А вот когда закончится сезон, мы уже... Да, потому что когда... Официально... Официально берем паузу. Ты просто выражаешь на льду как-то из ученого такого качества решения. Да, потому что сейчас... Мы еще не разговариваем. Мы еще не... Просто подряд, подряд, подряд наказаемся. Нет, нет решений. Мы сейчас не катаемся тренировок в этом соревновании. Я за... Ох, сейчас я вам скажу за сколько лет. Даже не скажу, наверное, за все 17, может быть, лет. У меня каждый год уходит только по две недели. Да, но не считая, когда у Димы был травмой, то я как бы каталась. Да, и не было отдыха особого. И Дима в этот момент тоже работал. Поэтому поиск может Сидни немножко отпустить эту ситуацию. Подумать с моей со стороны. Как будет развиваться, когда мы катаемся. Потому что сейчас после Олимпиады и правила чуть-чуть будут меняться. Переждать, а там видит Бог. Как будет? Катя, а дима говорим, что еще про чемпионат? Нет, не разговариваю, но подождите. У нас вот 10 минут назад только Олимпиада закончилась. Дайте нам перейти. Спасибо. 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 Спасибо.